Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48 300. В эфире новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Ставим баннеры. Проход запрещен камнепад. Мы обязаны это сделать. А это делаем обязательно. Чтоб угроза не нависала, глава Анапы поручил принять меры по обеспечению безопасности на пляже в районе Малой Бухты. Я считаю, что лучше Анапы вообще нигде нет. Потому что очень красивый город, вот именно весь в цветах. Цветет и пахнет. В какие цвета и цветы принарядилась Анапа к курортному сезону. Пересекая Черное море, я попадаю в Турцию, в Стамбул и дальше, глубоко говоря, вдоль берега иду. Маленькому кораблю, большое плавание. Житель Суворов-Черкесского собственноручно строит парусное судно, чтобы отправиться в далекое путешествие. Третий в этом году прием граждан по телефонной связи провел Юрий Поляков. За час на прямую линию главы Анапы поступило 18 звонков от жителей города и сельских округов. Юрий Федорович, добрый день. Это к вам обращается житель Анапы Кузин Виктор Кузьмич. Я проживаю на улице Объездной. И вновь о дорожной ситуации. Теперь из уст Анапчан. Жители Объездной просят разрешить им перекрыть сквозной проезд, которым пользуются автолюбители, зачастую игнорируя элементарные правила безопасности. Езда по пешеходной зоне, повреждения припаркованных машин, избитые вазоны с цветами. Постоянные неприятности проживающих здесь Анапчан. На ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрят этот вопрос. Хорошо, хорошо. Давайте на комиссии мы рассмотрим. Я понял. Раз желание есть у вас там привести все в порядок, мы не возражаем. Блок когда поставили, просто все ложили. Вечером выходят, дети на самокатах, на велосипедах с колясками гуляют. Там зеленая зона, тень. Об общественном транспорте «Звонок из Чембурки» Татьяна Викторовна рассказывает. По 121 маршруту ходит маленький автобус, который не вмещает всех желающих уехать в город. Начальник отдела по транспорту и связи объясняет. Вместительный автобус с понедельника был на ремонте. Большой ходил, полный был, пустили маленький, он просто не останавливается, проезжает мимо. Поломался большой автобус. Пустите два маленьких. Об уличном освещении от жительницы Виноградного. Половина улицы ясная, освещена, другая встречает вечера в потемках. Прежде чем тянуть линию, нужно получить технические условия, говорит Анжелика Бузунова. Закладывайте деньги, не в 18-м, а в 19-й год, значит надо. Я говорил, Зинаидия Амфеевна, там есть такой момент, сейчас нужно получать технические условия на ЖКХ и выделять деньги на все это. А скорее всего это будет ближе к 19-му году или конец 18-го. Ну посмотрим, как будет. Мне было бы очень хорошо, что эти концу года хотели сделать. А вы сколько готовы фонарей повесить? Один. Около себя, да? Возле себя один. Все, молодец, правильно. Спасибо. Оплата электроэнергии за уличное освещение – очень дорогостоящее мероприятие, в котором должен участвовать не только муниципалитет, но и домовладельцы. У меня задача очень опростая для муниципалитета, как я это вижу. Хотя бы на углах, на кварталах мы должны подумать, сделать свет. Дальше ты хочешь, Александр Иванович, вот фонарка, вешай себе, кобру занимайся. Все вопросы записаны отделом по работе с обращениями граждан и будут рассмотрены в том числе с выездом на место. Переговоримся. Разрушающиеся под воздействием сильного ветра и осадков склоны – реальная угроза для людей. Исключить ее, привлекая аварийно-спасательные службы – задача собственника. Не сделано вовремя, приходится принимать экстренные меры. Наведи порядок здесь на входе, освежи здесь, там надо покрасить, лежаки сложить, кафе там порядок навести. Игорь Николаевич, что мы? Ставим баннеры, проход, а запрещен камнепад, да? Мы обязаны это сделать. А это делаем обязательно. А Игорь Николаевич уже со своей службой посмотрит, что там можно сделать, для того, чтобы хоть как минимально устранить то, что там есть. Уже сегодня спасатели приступили к профилактическим работам. Начинаем работать. С помощью Альп-снаряжения сотрудники Анапской службы спасения убирают со склонов слабо закрепленные камни. Тяжелый труд, но необходимый. Производится обрушение аварийных камней на территории от пляжа Малой бухты до пляжа 40 лет победы. Значит, задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Отдыхающих граждан просим отнестись к пониманию, к выполнению данных работ. Через три дня глава города пообещал вернуться сюда с инспекцией. К этому времени на пляже должен быть порядок. Безопасность превыше всего. Сразу на двух городских улицах появятся новые пешеходные переходы. Управление по транспорту и связи совместно с отделом ГИБДД уже разработали схему и утвердили проект. Изменения коснутся улиц Ленина и Крылова. Участок дороги улицы Крылова на пересечении с Ивана Голубца стал очень оживленным с появлением нового микрорайона на высоком берегу. Ближайший пешеходный переход только в 100 метрах. Многие на свой страх и риск перебегают проезжую часть в неположенном месте. В городскую администрацию стали обращаться жители нового микрорайона с просьбой организовать здесь пешеходный переход. Конечно он нужен, потому что детки могут попасть под машину. Здесь машины прям летают и не смотрят. Как правило, у этого в Анапе есть такое. Поэтому я считаю, что пешеход обязательно нужен. Потому что и к морю здесь легко пройти. Сейчас же здесь новые дома построили. Я думаю, деток будет очень много. Там новые площадки. Все, как правило, заходят. Поэтому я за пешеход. По поручению главы города на место выехала комиссия, которая, оценив ситуацию, приняла решение не только организовать безопасный переход через дорогу, но и благоустроить пешеходную зону. На данном пересечении планируется устройство пешеходного перехода через улицу Ивана Голубца. Будет построен дополнительный пешеходный переход, дополнительный тротуар, примыкание к проезжей части для устройства пешеходного перехода также через улицу Крылова. Коснуться изменений и пересечения Ленина Крылова. Пока на оживленном перекрестке всего два пешеходных перехода. До 5 июня здесь планируют нарисовать еще две зебры, чтобы пешеходы максимально безопасно могли пересекать проезжую часть. Кроме того, сейчас обсуждается вопрос о решении проблем и с заторами на этом участке. На минувшей планерке тему поднял глава Анапы Юрий Поляков. Он поручил разработать план по совершенствованию организации движения. Руслан Душевский, Анапа-регион. Анапа-город цветов. Соответствовать этому статусу курорту помогают не только городские службы, но и многие местные жители. Самые неравнодушные анапчане, кроме своих дворов, облагораживают и прилегающие территории, превращая городские газоны в цветущие клумбы. Полисадник Тамары Лисаченко в самом расцвете. От пышных кустов невозможно отвести взгляд. Есть даже уникальный вид роз хамелеонов. Эти красноогненные цветки меняют свой оттенок в зависимости от периода. Розы – любимые цветы Тамары Ивановны. Кроме них на клумбах также прижились гибискусы и пионы. По словам анапчанки, ее цветник частенько становится фоном для фотосессий. Я считаю, что просто надо любить Анапу и сделать, чтобы наш город был самый лучший. Мы проехались, я говорю, ездим с мужем, путешествуем. И мне считается, я считаю, что лучше Анапы вообще нигде нет. Потому что очень красивый город, вот именно весь в цветах. А этот цветник раскинулся в одном из дворов по улице Крымской. За ним ухаживают жительницы многоквартирного дома, одной из которых 86 лет. Однако пенсионерка самостоятельно пропалывает сорняки и высаживает новые цветы. По словам координатора местного ТОС, жильцов никто не заставляет благоустраивать территорию вокруг себя. Они считают это своим долгом. Люди неравнодушные, люди любящие свой город, люди стараются принести какой-то вклад. Тем более сейчас накануне открытия сезона. В мае месяце она повсяк красивая. У нас только в Анапе высаженный рост. Вот идешь даже по улице, по любой улице, и везде у частного сектора, везде розы, везде ирисы. Люди даже умудряются ставить на балконах эти цветочки, чтобы была красота. Свой вклад в благоустройство курорта вносят и предприятия. Например, на улице Пролетарской молодые предприниматели облагородили территорию возле мусорных баков, разбили клумбу и оставили напоминание о вечных ценностях. Мы сделали это для того, чтобы пространство балансировалось в городе. Мы написали надпись «Частота спасет мир», потому что мы веруем, что если разгребать такие завалы на планете, не только в городе, но и вообще на земле, если по чуть-чуть наводить порядок, вот сколько мы можем, то тогда планета будет преобразовываться и город наш. В цвету Анапа как в центре, так и на периферии кто-то отдает предпочтение благоухающим розариям, кто-то высаживает неприхотливые петунии и бархатцы, некоторые и вовсе разводят декоративные пальмы. Конечно, есть и те, кому абсолютно безразличен родной город. Придомовые территории, находящиеся в запустении, выделяются на фоне цветущих палисадников и портят общий облик курорта. И если высадить цветы кажется сложно, то уж скосить траву и побелить бордюры – вполне посильная задача каждому. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-регион. Цветущих уголков в Анапе действительно много. Это доказали и участники фотоконкурса, который проводила наша телерадиокомпания. В редакцию присылали снимки цветов, выращенных своими руками из городских клумб. И вот итоги подведены. Авторов самых лучших работ ждут щедрые призы от партнеров конкурса. Три победителя определились в результате выбора редакционного жюри, народного голосования и счастливого случая с помощью генератора чисел. Это работы Андрея Зарубина, Елены Алексеюк и Елены Атаманчук, соответственно. Все они получат сертификаты от наших партнеров – магазина «Время подарков», «Фотомира» и сети магазинов «Мегамир». Кроме того, по решению редакции поощрительные призы получат еще пять участников. О дате и времени награждения победителям сообщат дополнительно. Более подробная информация на нашем сайте. Житель поселка Суворов Черкесский намерен отправиться в одиночное путешествие по маршруту длиной около двух тысяч морских миль или порядка трех тысяч семисот километров по Черному и Средиземному морям. Для этого он строит собственную яхту. Сейчас самое сложное идет. Нужно второй слой фанеры уложить. А так как здесь изгиб, то фанера плохо ложится. Поэтому я применяю вот такую конструкцию. Сначала фанеру кипятком обдаю, зажимаю ее на сутки. После этого она придает форму. И вот, примерно изогнутая, такая, как мне надо. Два слоя фанеры. Сверху несколько слоев стекла ткани, пропитанной эпоксидной смолой. Затем все будет шлифоваться и краситься. Перед тем, как начать строительство яхты, Абдул Карим изучил справочник, изданный еще в Советском Союзе, когда парусный спорт был массовым. В нем полное описание технологий производства, начиная от основных формул для расчета, заканчивая спуском на воду. Причем материалы и инструменты самые обычные, а судно получается крепким. Абдул Карим, тренер по парусному спорту, последние 10 лет работал исключительно на суше, но море не отпускало. Я вообще с детства на яхте. Просто с детства. Поэтому мне это знакомо, близко, меня тянет. Зимой я родился, а летом уже был на лодке. Я не помню, но есть фотографии, где я ездил на яхте, поэтому с детства. Яхта длиной около 6 метров. Внутри будут два герметичных отсека для припасов и оборудования, инструментов и материалов, которые могут понадобиться в пути. Судно рассчитано на одного путешественника, в распоряжении которого будут паруса и весла. Предусмотрено место для сна. Есть специальный график, разработанный для таких походов. В самые ответственные моменты на сон будут выделяться 15-минутные интервалы. Так, отправившись из Анапы, Абдул Карим намерен пройти около 2000 морских миль или порядка 3700 километров примерно за два месяца. Пересекая Черное море, я попадаю в Турцию, в Стамбул и дальше, грубо говоря, вдоль берега иду. То есть там проливы и дальше разные ветра испытаю. И обратно тоже вдоль берега. И опять ревок через Черное море. Относительно несложное путешествие, но которое даст мне нужный опыт и плюс испытать судно. В этот поход яхтсмен намерен отправиться уже в конце лета или осенью текущего года. Все зависит от наличия денег. Необходимо еще минимум 100 тысяч рублей, чтобы достроить яхту и еще примерно столько же на сопутствующие товары. Для этого Абдул Карим намерен привлечь спонсоров за размещение на борту их логотипов. Стандартная практика для подобных проектов. Если путешествие состоится, то накопленный опыт он использует, чтобы пересечь Средиземное море. Александр Ребекко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. Далее информация о погоде на завтра. Партнер прогноза – фабрика мороженого «Ангария». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пламбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 24 мая в Анапе ожидается переменная облачность, возможно, дожди и грозы. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Ночью прохладнее – 18 выше нуля. Ветер переменный от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 17 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь» Анапа-Самбурова 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...